Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, где мы растим свой сад здоровым, урожайным и красивым. И сегодня я хочу вам напомнить о том, что самое время начинать черенкование полуодревесневшими черенками. Как часто бывает, когда мы хотим иметь красивый полисадник, где растут шикарные растения, шикарные гортензии, которые не одна, а целый ряд. Но посадочный материал дорог, его трудно достать, это редкий сорт, который вам приглянулся. Или же бывает такая ситуация, вам подарили шикарный букет гортензии, и вы очень хотите иметь такой же у себя в саду. И тогда к вам на помощь придет именно это черенкование. Для того, чтобы получить свой посадочный материал, для начала вам нужно подготовить свой собственный парничок-череночник. Если у вас посадочного материала планируется немного, это может быть даже просто перевернутая большая пластиковая бутылка. Но главный успех укореняемости, это, конечно, подготовка почвы. Она должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, и в то же время хорошо удерживать влагу. Лучше всего для этого подходит смесь торфа с перлитом, торфа с песком, в котором и плодородие есть, и воздух. В такой среде черенки укореняются очень хорошо. Конечно, чтобы результат был практически стопроцентным, нужно использовать специальные средства. Например, корневин или индолилуксусную кислоту. Другие препараты для укоренения, которые стимулируют образование корешков. В них можно обмакивать, если это порошок, либо замачивать на какое-то время наши череночки. Ну и, конечно, это инструмент. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас был острый и чистый инструмент. От качества среза зависит укоренение черенка. Ну и, конечно, сам черенок. Он должен быть вызревшим, то есть он не должен быть мягким, но и не должен быть одревесневший, который гнется с треском. Он должен при сгибании издавать легкое похрустывание, гнуться с усилием. Только такой черенок можно использовать. Итак, у нас с вами классический черенок. Мы его сейчас подготовим, посадим и получим к осени уже маленький однолетний саженец шикарной древовидной гортензии. Кстати, для того, чтобы укоренение было эффективным, не забудьте позаботиться о притенении своего череночника. Дело в том, что яркое солнце способно привести к перегреванию черенков парничке, к иссушению и, соответственно, даже гибели. Ну и, конечно, влажность парничке-череночнике должна быть стопроцентной. И если вы можете обеспечить регулярный полив, дождевание или некоторые, я знаю, цветоводы-любители ставят даже целые установки искусственного тумана, то результат просто потрясающий. Стопроцентная укореняемость и стопроцентный результат по качеству. Как выглядит правильный черенок? В нем должно быть как минимум два узла. А узел – это то место, где прикрепляются листики. Под нижним узлом, который уйдет в почву, мы делаем косой срез на расстоянии буквально полусантиметра от почечек. Листики на нижнем узле мы удаляем, не оставляя ни черешков, ни пластиночек. А вот на верхнем узле мы проводим укорачивание листовой пластинки и срезаем где-то на полсантиметра, сантиметр над узлом верхнюю часть. Таким образом мы подготовили череночек к укоренению. Можно сделать даже черенок с тремя между узлями. Иногда, в некоторых случаях, это даже более желательно. Получается саженец более мощный, более ветвистый, более красивый. В этом случае мы также удаляем нижние листики, делаем срез наискосок, а на втором и третьем узле укорачиваем листовые пластиночки наполовину. После того, как мы это сделали, обязательно погружаем наши черенки в емкость с водой. Желательно в ней растворить какой-нибудь хороший стимулятор корнеобразования. Это может быть и индолилуксусная, и индолилмасляная кислота, и другие средства укоренения. Пока мы готовим остальные черенки, эти уже напитываются стимулятором. И только после того, как мы начеренковали весь свой материал, мы приступаем к посадке. Черенки сажаем в подготовленную пролитую увлажненную почву. В череночнике мы сажаем уже подготовленные наши черенки. Если вы не использовали замачивание в растворе корнестимулятора, значит используем корневин или любой другой порошок. Обмакиваем нижний срез череночка в порошок и погружаем его в почву. Тот узел, у которого мы удалили листья, должен оказаться под землей. Узел, у которого мы укоротили листья наполовину, должен оказаться на уровне почвы. Особенно это важно для черенков, у которых три междоузлия. В таком случае один узел под землей, один на уровне почвы и один над почвой. После того, как вы высадили все черенки, сбрызгиваем их обильно водой, смачиваем листовую поверхность и закрываем череночник. С этого момента вам остается только следить за тем, чтобы влажность поддерживалась максимально высокая. И как только увидите, что из пазух листьев пошли побеги, молодые, они проснулись, начинаем потихонечку проветривать и закаливать наши саженцы. В таком случае уже к осени вы можете получить прекрасный посадочный материал своих собственных гортензий. Кстати, таким способом вы можете размножить не только гортензию метельчатую, но и древовидную, и другие растения, например, жасмин или жимолость. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, а мы постараемся сделать все, чтобы ваш сад стал красивым и цветущим. С вами был Процветок и Юлия Кондратенок. До новых встреч!